Привет, красотка! Сегодня я снова беру тебя в мой день. Он сегодня обещает быть очень насыщенным. Мы собрались в Челябинск и, на самом деле, дел очень много. Помимо всего прочего, я решила добавить еще и видео. Молодец! Ева сегодня у нас проснулась в 4 утра и сказала, что я уже не хочу спать. Не знаю, с чем это было связано. Может, какие-то метео были изменения, я не знаю. Но, в общем, мы с Денисом не очень выспались. Сейчас у нас примерно так выглядит наша комната. Нужно дособирать чемоданы, гречка уже варится. И мне нужно еще завить волосы, потому что я всегда, когда мы куда-то едем, люблю либо выпрямить волосы и забыть про них на 3 дня, либо их завить. Вот сегодня я решила их завить. Покажу вам то, что я беру с собой. Наш путь. Мы, кстати, сегодня коляску меняем. Ну, точнее, блок, который был люлькой. Представляете? Все, уже до свидания. Как так быстро время летит, я не представляю. Вообще, эта люлька была до 6 месяцев. Но Еве сейчас уже в нем абсолютно неинтересно находиться. Мы только ее кладем, она сразу начинает плакать. Поэтому мы меняем наш блок. Видите, уже все по-взрослому. Но здесь тоже можно лежать в 180. Мы чокнуты немножко, но мы берем с собой фитбол. Это мячик такой надувной, потому что я сейчас Еве делаю массаж. Он длится 3 недели. И там обязательно условие, что помимо массажа, массажа, нужно с ребенком заниматься на большом мячике. Помимо этого мы еще берем с собой огромный коврик. Я вам покажу потом, как он раскладывается, чтобы на полу можно было хорошо разложиться и играть, веселиться, переворачиваться. Вот этой штучкой сейчас буду делать себе кудряшки. И на 3-4 дня можно забыть про укладку и про то, что у меня на голове. Денис варил гречечку. У нас сегодня гречечка. По-моему, как и каждый день. И вчерашние хинкали остались. Мы грузинские ребята, любим хинкали. Но они с лососем. Многие, потому что спрашивают, думают, что хинкали только с мясом бывают. Но нет. Сосиска тоже, она бигзоянская. Столько вопросов сразу, да? Она из пшеницы и сыра. Волосы готовы. Сзади у нас вещает Гарри. Гарри? Просто Геннадий. Просто Геннадий. А он родился в России? В России. А, он родился в Беларуси. И сейчас вещает большой сцены в Америке, да? В общем, это уроки английского у Евы. Что, девочка? Пойдем за покупками. Ты маленькая красотка, да? Да. Скажи, я самая главная красотка. Что у тебя тут такое? Помада, наверное, да? Уже есть? Ничего нет. Надо срочно что-то положить, Ева. Давай тебе туда положим карандаш для бровей. Ябочка, у тебя есть карандаш для твоих бровей. Берой косметический подарок от мамы. Тут у нас почти все собрано. Я не знаю, как поместила все в две косметички. Здесь больше уходовая, здесь больше декоративка. Но, как бы, без этого тоже невозможно, когда у тебя маленький ребенок. С этим мы плаваем. Еще я поняла, что я сейчас обожаю вот такие всякие миниатюрные баночки. Travel Size. Потому что мы очень часто под это ездим. Очень удобно в них перевозить. Вот это, например, у меня мицеллярка. Здесь баночка La Roche-Posay. Я сейчас переливаю свой тоник туда. И я уже уложила куда-то далеко. Но надо достать. Вот она. Моя щеточка для умывания. И это, девочки, внимание, Luna 3. Где-то здесь даже написано это. Luna 3. Неприючно, да, наверное, слышать. Внешне она похожа на предыдущую. Тем более, что у меня такой же остался лавандовый цвет. Эта щеточка еще умнее. Представляете, она сопряжается с телефоном, с приложением. И самое классное здесь, конечно, это очень крутой массаж. Вот с этой стороны. Там целых четыре вида массажа. Ты настраиваешь все в приложении. С собой беру и покажу вам в отеле, как она работает. Переливаю тоник. Сейчас у меня расходуется крем, тоник и... Что еще? Нет, пока что все. А, ну и ватные виски вдвое быстрее, нежели обычно. Потому что я сейчас Дениса приучила ко всему этому. Ну, точнее, не ко всему, а только в двум этапам. Тоник и крем. У него кожа намного стала лучше. Потому что она сильно шелушилась. Очень долгое время причем. И вот сейчас заметен результат. Он хотя бы верит в это. Верит в то, что все-таки... Наверное, умываться мылом и водой это не самая лучшая идея. Мы где-то уже часок в пути. Это означает, что мы совсем скоро приедем в деревню. Мы, кстати, никогда не показывали деревню. Там очень так по-домашнему. Там курочки. Будем пить кофе, да, наверное? Мы везем, кстати, турку. Везем ведь? Везем турку для мамы Дениса. Стеклянную, которая на газу работает. Представляете? Можно прямо в режиме онлайн видеть, как кофе поднимается. Потом мы уже двигаем в Челябинск. А сейчас слушаем по пути книжечку. Аудиокнигу Джоди Спенза. Сила подсознания. Слушаем ее уже на скорость 2х. Раньше я не понимала, как Денис слушает такую скорость. Я слушала максимум 1.25 или 1.5. Но, в принципе, вот сейчас я послушала где-то минут 5. И действительно мозг привыкает. Единственное, что когда хочется подумать, когда хочется осознать вообще, что сказал автор, то нужно реально ставить на паузу и думать. Хорошая книжка. Мне нравится. Собственно, как в названии гласит, да, Сила подсознания объясняются многие процессы. Как мы притягиваем то, о чем думаем, с точки зрения именно науки. То есть не просто какими-то заоблачными словами, типа, верьте, мечтайте, и все будет хорошо. А как это происходит? Как связан наш разум, наше подсознание с тем, что мы имеем на деле? И у меня вот сейчас камера показывает, что она развяжена. И это очень печально. Но у меня есть второй блок с собой. Ева до сих пор спит. Пошли ее на диванчик. Скажи, что это такое. Это воздушку. Почему тебе ее продали? А ты мне дашь стрельнуть? Только научи, как надо, ладно? Ты маленькая. Я в деревне. Тут все, правда, уже голое. Все деревья уже без всего, без листьев. Смотри, бери винтовочку. Подходи к стоечке. Теперь, Макс, покажи, где с предохранителя снять. Смотри, чтобы прицелиться, знаешь, надо риски совместить. Между зелененькими и красненькими поставить. И на банку, на воде. Вот не попало. Не так просто. Я правильно настроила. Я просто нажала на play. Это первое, что Ева сказала. Да, это было привет, красотки. Доброе утро. На самом деле, вчера мы приехали. Съездили к друзьям, да, скажи, Ева? После деревни. Приехали, заселились. И, конечно, у нас вообще не было сил, чтобы что-то снимать. Ну, в частности, у меня. Мы быстренько разгрузили чемоданы. Ну, в частности, я. И вот сейчас у нас доброе утро. Я вам все буду показывать, рассказывать. Сегодня точно так же. Немало дел. Новые волосы мне тоже нужны еще. Так что, добренькое утречко. Но пока что проблема номер один. И задача номер один для меня это закрыть окно, которое открыл Денис ночью, потому что было жарко. Это какая-то очень тупая, очень умная система умнее меня. Потому что я не знаю, как он закрывается. Вообще, у нас выпал снег ночью очень сильно, очень много, очень обильно. Просто посмотрите, это зима. Зима, зима. Вот так выглядит закрытое окно. И это хорошо. А вот так выглядит окно открытое. И непонятно вообще, как им управлять. Я уже думала позвонить на ресепшн. Класс. Супер. Я делала то же самое минут 10 назад. Ну, короче, надеюсь, я закрыла. Эй, кто плачет? Продолжаю глаголить вместе с Евой, потому что кто-то заплакал. Скажи, не хочу лежать одна. Закрыли окно. Спасибо большое за помощь, за поддержку. Денис на пробежке сейчас. Давайте я вам покажу, что у нас здесь происходит. На самом деле, не совсем порядок. Вот наша развлекательная площадка. Это коврик, на котором мы с Евой ползаем, пытаемся, да, переворачиваемся, всякую штуку делаем. Это я адаптировала под пеленальный столик, потому что, ну, нам где-то надо, извините, менять под бузник, одеваться. Чисто чемодан розовых вещей для Евы. Будь здорово, солнышко. Будь здорово, малышко. Вот так выглядит у нас всегда боковая часть кровати, когда мы в отелях останавливаемся, потому что у них, конечно, есть детские кроватки, но мы спим с Евой вместе. Приставных кроваток у них нет. И я вот так вот адаптирую два кресла и обставляю их подушками, чтобы Ева не упала, потому что сейчас эта мадемуазель уже очень активная. Да, скажи, малыш? Да. И переворачиваюсь только так. Вот наша коляска, которую мы переставили. Как вы помните, здесь был другой блок. Была здесь люлька, то есть Ева лежала. Вообще, простите за беспорядок, все как-то очень, не очень аккуратно лежит. Вот это вот что? Таковы реалии жизни. Это я зашла в нашу ванну. Здесь мы уже вчера скупались, как вы видите, наши развлекушки. На самом деле ванна очень неудобная. Вот эта вот огромная широкая часть, она не позволяла нормально держать Еву, поэтому я прям туда, короче, села и скупала ее. Наши... Да? Мне кажется, вообще, Ева юный блогер. Вот серьезно. Она так активно на камеру разговаривает. Это ее лежанка. Вообще, меня часто спрашивают, почему у вас ребенок вечно на полу? Вы что? Но, девочки, в этом есть на самом деле глубокий смысл. Сейчас переверну камеру, потому что говорю умные вещи. Потому что ребенок, когда находится постоянно в своей кроватке, вообще, не дай бог, уже в таком возрасте, да, все бодрствовее, или на кровати, или на диване, у него никогда нет стимула двигаться больше. Более того, на кровати, на диване очень мягко, а им нужно потверже. Ребенок видит большое пространство и понимает, что жизнь не ограничена кроватью, жизнь не ограничена диваном. Жизнь — это весь пол, потому что потом они будут ползать, и чтобы все вот эти этапы прошли правильно, после переворотов, стойка на руках, ползание по-пластунски, на четвереньках, сам, чтобы ребенок сел. Ну, в общем, вот эти все этапы ортопедические, очень важные для позвоночника, позвоночника для суставов, это все на полу идеально. Поэтому повсюду у нас лежат лежанки, и это очень, я вам скажу, удобно, потому что ребенок видит маму с папой. Он не паникует, да, что он один, но в то же время я делаю свои дела. Например, сейчас я пойду чистить зубы, Ева будет меня видеть, она не будет переживать, что где-то мама, но в то же время она лежит, и у меня руки не заняты. И еще такой моментик для мамочек, или для будущих мамочек. Никогда не нужно ссывать ребенку прямо в руки игрушки, типа, на, Ева, держи, пользуйся. Я думаю, вы понимаете почему, потому что нет стимула переворачиваться, нет стимула искать игрушку самому. Когда ты ее выкладываешь налево-направо, то ребенок заинтересуется, начнет скучать, поймет, что ему нужно что-то сделать, как-то двинуться в сторону игрушки, чтобы ее получить. Ну-ка, давай-ка сама. Вот. Молодец. А так бы зачем мне переворачиваться, расскажи, если у меня уже в руках игрушка, да? Давайте я вам расскажу про новую Луна 3. Она сопрягается с приложением на телефоне. Вот видите, она у меня сюда уже добавлена. Я просто нажимаю кнопочку начать. Ой, пожалуйста, включи блютуз. Ты сама можешь выбрать здесь интенсивность, то есть вот 8, 16. Ну, я делаю примерно на восьмерочке. Время в секундах здесь установлено. И сначала идет режим очищения. Вот этой вот стороной, нашей привычной уже. Мы нажимаем кнопку начать. И в этот момент мы наносим гель, очищаем кожу. Такая я симпатичная, очень, конечно. Еще очень круто, что щеточка сама подсказывает, когда тебе нужно перейти на новый участок. То есть она прерывает пульсацию и снова начинает. Я таким образом понимаю, что долго, например, на области лба задерживаться не нужно, да? Чтобы перейти к массажным процедурам, нажимаем кнопку перейти к массажным процедурам. И здесь нас встречают аж 4 варианта массажа, разные под ваше настроение, под ваше желание. 2 минуты, 4 минуты. У меня чаще всего самый первый массаж, это массаж для укрепления кожи вокруг глаз. Но здесь очень классный есть еще массаж. Скульптурирую лицо с помощью целенаправленного контурного массажа. И когда мы начинаем уход, девушка нам показывает, как это все нужно делать. Не обязательно даже понимать, как бы если вы по-английски не понимаете, можно вообще выключить звук и просто повторять за девушкой. Это очень удобно. Вот так здесь мы уютненько разложились. Я сейчас буду наносить патчи. Вот я думаю, либо нанести маску, либо патчи. Маска у меня от кафе Мими. А патчи вот такие с огурцом и петрушкой. Здесь их очень много. Они на самом деле странные, они берутся сразу по 5 штук. Очень такие натуральные. Я помню, мы их в Сочи купили. Нам их очень хвалили. Вообще вот эта зона, это а-ля туалетный столик, наверное. Ну, потому что зеркало, свет достаточно хороший. Но, наверное, я сейчас там не буду сидеть, потому что некуда положить Еву рядом. Она сейчас немножечко требует внимания. Поэтому буду краситься прямо здесь. Мы привезли с собой свой фитбол, я рассказывала, да, уже. Потому что мы будем делать массаж. Первая попытка уложить сюда легонько. А-а-а, такая классная. Чем она отличается от трюшки? Ну, ее можно спинку поднимать. Потом, когда она уже будет садиться и все смотреть. Понятно. Дочь, тебе нравится? Погнали кушать. Мы набрали еду. Молодой человек уже позавтракал. Поэтому, в принципе, ну нет, это не все для меня, ты же мне поможешь, да? Это у нас овощи. Моя скромная яичинка. Кусочек сливочного масла. Тот, кстати, я надеюсь. Такой шот. Назорожная запеканка. Как будто на петель. Мы позавтракали. Денис уехал по делам. И я сижу и матирую. Очень удобное расположение этого номера. Мне очень нравится. Там зона сна. И я уложила его спать. А здесь такая мини-рабочая зона, стол. И как бы разделение есть. Я сейчас закончу монтаж видео и выставлю его на канал. Кое-кто проснулся. Поспал два с половиной часа. Наева, я про тебя. Ты, малыш, ты молодец. Сейчас мы будем делать наш комплекс упражнений. Я, наверное, поставлю камеру куда-нибудь. Вот это все. Это лес, где можно гулять очень классно с коляской, потому что там, ну, как бы лес. Это парк на самом деле. В Челябинске огромный парк. Мы когда с Денисом давно-давно приезжали, еще я даже не была беременна. Я была в шоке. Какого там вообще размера парк? Каких масштабов? Я вот так вот встану на колени. Что я делаю? Я беру самые интересующие, да, игрушки для Евы, которые она любит. Это... Микрофончик. Это такая шуршалка, которую очень Еву интересует. И слоняна, которого можно сосать, играть с ним. Это самые такие прямо классные игрушки, поэтому мы их оставляем для массажа, потому что массаж долго длится. Длится 40 минут этот комплекс, но это с фитболом. И я на фон ставлю классическую музыку, просто вообще всегда. Просто всегда. Весь день у нас играет. Моцарт. Я буду делать все в подгузнике, потому что YouTube иначе все это запретит, и нельзя будет такое выставлять. Но мы так-то, конечно, без подгузников все это делаем. Такая заготовочка для прогулки. Сейчас нужно переложить спящую его сюда. Не распутить. И пойти вот туда. Я сделала это. Мне такой хороший дедушка попался только что. Помог поднять коляску. Там были испытания в виде лесенок. Смотрите, у нас, кстати, обнова какая. Она, правда, уже развалилась, но вообще штука прикольная. Это называется муфта или муфта. Я так и не помню, не разобралась. Такая штука, чтобы без варежек можно было управлять коляской. Смотрите, какая у нас зимняя сказка. Просто декабрь или январь. Но тепло. Это классно. Мне вообще жарко в этой муфте. Вот так надо ехать. Пришел папа, и сразу же доченька его оседлала. Потому что зачем ехать, если можно на ручках ехать. Вот такая вот красота. Мы заходим в самый большой парк. Парк Сирый лес. Мы же здесь с тобой на великах катались когда-то. Классно снимают. Мне очень нравится. Широко? Да, очень широко. Да, какого-то. В колесницу лучше иди. В коляску вези. А может быть, ее просто вот так спустить? Ты сидишь, а там ходишь? О, никого нет. Меня многие спрашивают, почему мы не пользуемся слингами. У нас просто Евочка там не сидит. Это такая штука. Намотка шарф. С которой очень удобно было бы, если бы там Еве нравилось сидеть. Но нет. Ей не нравится. Ей нравится на ручках. Ну что, заканчиваем мы влог так, как его начинали. Примерно в той же позе. Да, Ева? Что расскажешь? Я не ожидала, что ты что-то расскажешь. Я хочу поделиться тем, что у меня отныне существует целый инстаграм для моих вещей, которые я продаю либо отдаю. Дело в том, что у меня действительно накопилось и копится много вещей, которые либо там я поносила один-два раза, либо вообще надела, померила всего лишь один раз. Либо мои беременские вещи, так сказать, которые вообще сейчас мне неактуальны и будут неактуальны еще минимум года три. Я создала аккаунт Сашка, Торгашка называется. Придумала название Денис. Это не я такая умная. Здесь уже 45 тысяч подписчиков, представляете? И на самом деле все продается прямо в первый же день. Но тем не менее, вдруг кому-то будет интересно, полезно. Скоро будет там много вещей. Я целые чемоданы отобрала, пока разбиралась во шкаф. Так что я оставлю ссылочку в описании. Ну и мы будем заканчивать, наверное, влог. Спасибо большое, что были с нами. Надеюсь, что он вам понравился. Что мы будем сегодня еще делать? Я еще буду писать сегодня сценарий. Ева спать скоро будет. Купаться и спать. А, я еще могу показать наше купание. А нет, не могу. Ютуб опять заблокируется. А в подгузнике купаться мы не будем. Ну все, значит, мы точно прощаемся. Я вас очень сильно люблю. И улыбайтесь чаще, красотки. Пока-пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова